Привет, дорогой друг! На связи Владимир Коваленко и в этом видео мы будем с тобой рассматривать постепенные шаги монтирования видео. До этого я уже делал полный обзор программы MoveMaker. Сегодня я разберу ключевые моменты, как это делаю я, для того, чтобы ваш ролик был интересен. Покажу моменты, которые стоит применить в своем видео и не буду показывать то, чего не стоит глубоко копать. Для того, чтобы это сделать, мы, конечно, запускаем программу MoveMaker. Вот так выглядит ее окошечко, ее можно скачать или купить. Скачать бесплатно, купить она не больших денег стоит. Вот, поэтому устанавливаем, запускаем MoveMaker Edition 2020. Это последняя обновленная версия, она достаточно очень прикольная, удобная. Здесь есть разные библиотеки уже включенные. Итак, что нужно для того, чтобы смонтировать видео? Нам нужно добавить видеоролики. Для этого мы нажимаем импорт файлов, добавить файлы. Выбираем путь, где уже есть готовые. То есть мы наснимали какие-то клипчики. Открыть, добавили. Все, теперь снизу вы видите дорожки, в которые мы будем перемещать наши видеоклипы для редактирования. Для того, чтобы переместить, просто берем, зажимаем. До этого вы, кстати, можете просмотреть, прослушать этот, не этот ролик. Привет, другий друг, меня зовут Владимир Коваленко. Нам подходит, это он. Перетянули сюда. Здесь, снизу, вы можете делать масштабирование, для того, чтобы вам было удобнее обрезать. То есть, находить нужный момент по аудио. Я ориентируюсь всегда на звуковую дорожку. Вверху видео, снизу звук. Вот, видите, я мышкой вам показываю. Звук тоже можно регулировать. Вот, вправо, влево. Вот, точнее, вверх, вниз. Что мы делаем? Начинаем, ищем начало видеоролика. Но здесь, нажимаем ножнички, убрать, нажимаем delete, убрали. Здесь мы говорим, что... Меня зовут Владимир Коваленко, я эксперт в области продвижения бизнеса MLM Online. И в этом видео я хочу тебе показать и рассказать, как я монтирую видео. Как я монтирую видео. В этот момент, когда я расскажу, точнее, говорю, о чем это видео, я делаю следующую фишку. Смотрите, найдем еще раз момент. И в этом видео. И в этом видео, с этого момента, я делаю следующее. Нарезаю кусочек этого видео и довожу. Монтирую видео потом. До этого момента. Выделил. То есть, когда мы обрезаем, по сути, оно ничего не меняет. Мы просто как бы делаем, ну, выделяем. Монтирую видео. Потому что видеоконтент сейчас... Теперь, в этот кусочек, мы его немножко размоем и добавим титры. Как размыть. Выбираем здесь. Фильтры. У меня есть уже в избранных. Вот здесь вы можете их посмотреть. Вот размытие. Все. У меня оно уже есть в избранном. Я его выделил. Выделяем его. Здесь, в правом стороне окошечка, вы можете посмотреть, как это выглядит, в принципе. Что за фильтр. Мы его берем и перетягиваем на это место. Теперь, видите, оно будет выглядеть так. Шло видео так. И раз, оно замылилось. По звуку все идет. Никаких пауз, ничего нет. Теперь, нам нужно добавить титры. Титры под буковкой Т. Титры. И выбираем то, что мы будем сюда добавлять. Здесь можно убирать художественные. Они по-разному выглядят. Вы для себя выбираете. У меня здесь есть купленные. Инфографика. Можно заранее посмотреть, как это будет выглядеть. Как оно появляется. Окей. Я вот этот выберу. Для примера. И беру, зажимая левой кнопкой мыши и перетягиваю сюда. Право-лево я могу подрезать его. Перетягиваем. Видите, ролик с стрелочками появляется. Вылетит это так. Вы можете посмотреть, как оно будет. Видите, прикольно. Задний фон размывается. Наперед выходят титры. Нам нужно теперь написать. Как будет. Ну, заглавие какое. То, чтобы отредактировать титры. Нажимаем на них. Выделили их. И два раза. Все, видите. Теперь они вот так вот выглядят. Отдельно вы здесь можете перемещать текст. И отдельно фон титров. Чтобы все вместе переместить. Выделили все. И вот так вот перемещаем. Отцентруем. Также вы можете право-лево увеличивать, когда выделили отдельно текст. Либо так вот можно выделить задний фон. Пишем. Нам нужно прописать, как монтировать видео. У нас не вмещается. Мы видим, да. Мы можем поэтому поменять шрифт. Сделать его меньше. С левой стороны вы видите настройки титров. Нажимаем. Это скорость анимации. Как быстро оно будет появляться. Это текст. Выделяем текст. И можно поставить меньших шрифт. Соточка. В принципе, соточка нормальна. Для этого нам что еще нужно сделать? Мы так и оставляем. Текст подвинули сюда. Возвращаем текст. В принципе, окей. Теперь все выделили. Отцентровали. Можно посмотреть, как это выглядит. Скорость анимации тоже можно регулировать. Цвет текста. Когда мы выделяем текст, можно регулировать шрифты. Здесь вот меняют. Все по своему вкусу. Выбирайте жирность. Все как в принципе в Word-овском документе. Также можно сделать контур, чтобы у него был определенного цвета. Какого-то. Желтый, синий. Красный. Здесь можно играть с этим всем. Но мне контур не нужно. Здесь в принципе все меня устраивает. Итак. Отредактировали. Теперь можно посмотреть, как это выглядит. И в этом видео я хочу тебе показать и рассказать, как я монтирую видео. Потому что видео... Также вы можете перемещать и показывать, в какой момент... Будет все-таки это видео появляться. Я хочу тебе показать и рассказать, как я монтирую. Понятно, да? Здесь вы это все регулируете. Обрезали. Вставили. Все. Окей. Следующий момент. Нам нужно и можно добавить свои контакты. То есть, как нас зовут, когда мы представляемся. И свой инстаграм аккаунт. Например. Другой друг, меня зовут Владимир Коваленко. В этом кусочке я говорю, как меня зовут. И следующее. Опять-таки здесь я добавляю... Выбираю другой. Lifestyle. У меня вот такие титры есть. Как меня зовут? Раз. Перекинул. Видите, автоматически дорожки добавляются. Все хорошо. Здесь мы берем, подрезаем. Дальше. Выделили. Нажимаем два раза. Редактируем. Нам нужно сместить в сторону. Уменьшить. Вот так уменьшаем. Давайте здесь будет меня зовут как. Работаем с текстом. Можно также немножко увеличить. Растянуть. Чтоб сюда все вместилось. Окей. И в этот же момент. Я выделяю здесь. Ставлю ролик. Я добавлю еще один титр, где будут показывать свой инстаграм аккаунт. Также выделили. Закинули. Получается, одновременно у нас будут показываться инстаграм аккаунт и как меня зовут. Так совпало. Это, например, я здесь. В этом уголке покажу. Или вот в этом. Да? Вы также выставляете на свое усмотрение, где вам интересно. Редактируем текст. Все. Не очень, да, смотрится здесь. Давайте все-таки вниз опустим. Все. Смотрим, как это будет. Меня зовут Владимир Коваленко. Я эксперт в области продвижения бизнеса MLM Online. Все. Окей. Показать и рассказать, как я монтирую видео. Потому что видеоконтент сейчас... Видите, прикольно получается, анимация такая. Здесь окей. Дошли до момента, который нам нужно убрать. Все. Видите? Здесь уже как бы лишнее. Так я снимал видео. Что-то я там недовольный был, что шумят. Этот момент нам не нужен, мы его обрезаем. Все. Выделили кусок, который нужно удалить. Delete. Все. Дальше возвращаемся. Выбираем файл. Добавляем следующий видеоролик. Окей. Также, я вам скажу так, что когда я объявил, что за видео, у меня есть моя заставка. Я добавлю ее, чтобы такой бренд, личный бренд немножко сыграл и запоминался. Я добавляю сюда. У меня есть интро. Интро это то есть кусочек видео с моим логотипом. И это будет выглядеть так. Все. Мне дальше не надо, я его тоже обрежу. Чтобы он тоже был незатяжной. Получается так, что я рассказал, представился. Сказал, что за видео. И в этом видео я хочу тебе показать и рассказать. Потом я рассказал, для чего это нужно, почему это так. И пуская заставку. Я никакие переходы не делаю. Потому что, ну это выглядит не очень. Понимаете? Имею ввиду переходы, которые, ну вот, например, такие угасания или что-то еще. Видите, это как-то не очень смотрится. Но вы можете с этим поиграть и на свой вкус добавить. Я не добавляю. Чтобы добавить переход, просто вот выделили, какой нам интересен. И берете его и перетягиваете на видео, а не фук, оно добавляется. Вот так вот он выглядит. Я не люблю, поэтому я четко ограничу видео и выставляю. Все. Теперь дальше. Закончилось это видео. Добавляю следующее. Здесь я ориентируюсь всегда, видите, ориентируюсь на звуковую дорожку. То есть я понимаю, что здесь я включал камеру. Так как это видно, что-то там готовился, выставлял. Так видео сам снимаю. Поэтому вот... И здесь я четко могу понять, что вот я начинаю, выделил, обрезаю, удаляю. Потом здесь почему-то у меня какая-то пауза. Что-то там не так тоже. Это ограничено. Показывает о том, что здесь что-то не так. Нужно с этим поработать. То есть обрезаю. Все. Окей. Это такие вот основные моменты, которые я использую. В конце видео, когда идет призыв к действию. То есть подписывайся на мой канал, ставь колокольчик. Тра-та-та-та-та-та. Я вам сейчас покажу один лайфхак. Я нашел, называется, футеры. Добавляю. Я вам дам. Вы можете также их скачать. Набрать в YouTube, в поисковике футер. Подписывайся на канал. И вас выдаст в хромаке. Много-много вариантов. Я вам сейчас покажу, как использовать этот хромаке и вставлять его к себе. Мне нужно его сначала добавить. Подписка, да, он мне называется. Здесь есть, ставь комментарий. Комментарий. Давай вот, подписывайся на YouTube. Я его добавляю. Он у меня появился в файлах. И я его сюда, вот, перекидываю. Но он мне необходим новой дорожкой. Чтобы я его мог редактировать. И он у меня появлялся на моем же видео. Смотрите, как это выглядит. Я добавил. Получается, наложилось сверху. Слой, который сверху, он отображается, ну, в первую очередь. Нам нужно убрать вот этот зеленый фон. Что мы делаем? Для этого мы берем... Есть с левой стороны ключик такой нарисован. Выбираем хромакей. И нажимаем применить. Все, видите? Зеленый исчез вид. И теперь мы просто... Дальше что делаем? Нажимаем два раза для того, чтобы отредактировать место расположения. На ролик нажали два раза. Появляется меню. Мы выбираем картинка. В картинке. Видите, разность перекрытия. То есть, будет сверху располагаться. Мы тогда не можем его право-лево двигать. Когда картинка в картинке, мы можем перемещать. Видите? Масштабировать также. Тянуть за уголок. Оно будет больше-меньше. Все. И мы переместим. Давайте вот сюда. И получается, нам сделали. Все. Оно будет на этом месте. Например. Нас устраивает. Мы можем просмотреть, как это будет выглядеть. А также приводить новых партнеров в твой бизнес. Поэтому не переключайся. Досмотри до конца. И, например, я здесь говорил, что, дорогие друзья, подписывайся на канал. Ставь лайк, звоночек, чтобы не пропустить следующее мое видео. И добавил вот эту штуку. И получается у нас вот такая вот анимация. Понимаете, да? Я также по времени, куда мне это нужно. В этот момент, чтобы вылез, подписывайся на канал. Или в этот момент, центрую по временной шкале, в какой момент это должно произойти. Все. Таким образом, у вас появляется такая вот фишка, где красиво анимация, что подписывайся. И это выглядит более профессионально. Понимаете? Точно так же, как и титры, когда мы добавляли. Здесь, где я говорю, что меня так зовут. Появились титры, как меня зовут. Появился инстаграм. Он появился и потом красиво исчезнул. Здесь я замыл задний фон. И как называется видео, о котором я буду говорить. Это очень прикольно смотрится. Такая, передает видео динамичность. Потом я в конце, когда говорю, подписывайся на мой канал. Да, здесь идет момент. Раз. Со звуком. Очень круто. Так же можно добавить, там есть другие хромакеи. В целом, вы поняли, да, как использовать хромакей. Еще раз говорю, что по временной шкале выставили, в какой момент. Нажали два раза. Картинка в картинке. Вот центровали, в какой области экрана должно появиться. За уголочек больше и меньше. Все. Окей. Таким образом, мы монтируем наше видео. Добавляем файлы. Режем. Между файлами я не делаю никакие переходы. Все окей. Захотите добавить музыку? Можно добавить музыку. Я обычно, ну не всегда добавляю. Если вам необходимо, здесь в библиотеке есть музыка. Вы можете также загрозить сюда файлы свою музыку. Например, да. Чтобы вот так было. Вы выберете, перетянете. Либо использовать уже готовую библиотеку. Я часто использую вот этот. Вот этот звук. Вы также можете его взять и сюда себе делить. Там, чтобы на протяжении видео вашего оно было. Делаем, конечно же, потише. Как это сделать? Вот. Шкала громкости. Убираем. Слушайте, чтобы это нормально было по звуку. Чтобы не перебивала музыка ваш голос. И не отвлекала вашего слушателя. И подписчика. Отцентровываем, куда нам по временной шкале это необходимо вставить. Чтобы это все хорошо сработало. Вот. Также вы можете добавить звуки. Есть звуки. Например, касса, да. В какой-то момент вы говорите, что там это привело там 100 баксов. К заработку 100 баксов. Выходят титры, где пишется, например, вот так вот мы можем сделать, да. И этот товар там стоит 200 долларов. Или вы заработаете на этом 200 баксов. Например, да. Можно, кстати, вот уменьшить. Так. Да. Добавили, отцентровали, где нам необходимо это. И в этот момент нам нужно добавить звук. То мы выбираем, где файлы. Так, надо применить сначала. Выбираем файл. Звуки. И где есть касса. Все. И в этот момент, когда я буду говорить. Сейчас я его двигаю. Что столько-то денег. Контент, который не умирает. Он становится... Дилинг типа 200 баксов появилось. Вы точно так же можете это все центровать сюда, двигать сюда. Чтобы это, ну, подходило больше. Таким образом, мы добавляем определенные спецэффекты. Наше видео окажется динамичным. И обязательно в конце добавьте вот эту штучку. И также в конце добавляйте ваше имя и канал Инстаграм. Источник. Все. Вот такие нехитрые манипуляции. Вы можете посмотреть это видео, где быстро и кратко я рассказал. Также можете посмотреть полный обзор Movavi, для того, чтобы вам была большая ясность, какие инструменты есть, что лучше использовать. Поэтому применять. И надеюсь, что у вас получится в следующий раз смонтировать крутое видео. Это легкий, простой, доступный инструмент в виде Movavi Maker 2020, который позволяет делать быстро крутые видосы, которые люди с интересом смотрят до конца. Потому что они динамичные. Потому что они... Здесь используется определенный такой интерактив. Меняются ракурсы, титры. Всякие картинки вылетают. Мы добавляем наши контакты, что способствует такой вот живой динамике нашего видео. С вами был Владимир Ковленко. До скорых встреч. Пока-пока. Я у всех обнимаю. Пишите вопросы под этим видео. Что у вас получилось, что не получилось. Может быть вас интересует еще какой-то момент. Как добавить. Ну, в целом, я с вами поделился фишками, которые использую я при монтировании видео. Больше ничего лишнего я туда не вставляю. На данном этапе этого достаточно для того, чтобы сделать видос, который будет смотреть. Итак, пока. И спасибо, что смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok